друзья всех приветствую на торговой сессии понедельника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить все лайки друзья также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш телеграм-канал с торговыми идеями где очень много контента информация который непременно поможет вам в принятии торговых решений поскольку сегодня у нас понедельник разумеется мы проведем в 16.00 по московскому времени вебинар-стрим в нашем телеграм-канале на тему которую выберете друзья вы сегодня в течение дня вам будет предложено несколько тем на выбор голосование соответственно та тема которая наберет наибольшее количество голосов станет основным топиком нашего обсуждения поэтому безусловно подписывайтесь разумеется присоединяйтесь к текущему голосованию весь контент который мы делаем готовим это все друзья для вас чтобы вы знали что на рынках происходит и как все это можно конвертировать потенциально в прирост по вашим депозитам ну что же давайте к финансовым рынкам я думаю что сегодня говорить особо много не будем потому что рынок заряжен прежней идеей это реакции на последнее заседание американского регулятора и это заседание конечно же имеет уже долгоиграющие последствия мы видим то что американский индекс находится на отметке 92 28 рисково активы под давлением разумеется роста доллара и здесь не нужно искать никаких других причин связанных с национальным фундаментом то как сильно обвалились рисково активы подтверждает тот факт что на рынке только один локомотив формирующий настрой глобальный это поведение абакса политика американского регулятора я считаю что очень важно снова сделать акцент на этом и кстати говоря сегодня в ходе обсуждения я ну почти уверен друзья то что скорее всего вы проголосуете за тему связанную с американским долларом потому что знать то что происходит с долларом а сейчас это в принципе иметь представление о том что может произойти с другими активами не только валютного рынка дальше поэтому забегая вперед немножко в качестве такой хим при люди касательно того что у нас опом на баксу ставка как вы знаете прежние 025 диапазон 0 0 25 7 программа количественного смягчения 120 миллиардов долларов в месяц это 80 миллиардов идут на покупку казначейских облигаций и 40 ипотечных самое важное друзья то что американский регулятор признал то что рост инфляции ну давно говорил о том что рост инфляции является следствием временных факторов но фрс сделал акцент на то что этот рост может оказаться более устойчивым чем планировалось ранее но все равно как вы помните на прошлой неделе после заседания фрс я в качестве тезисов рассказывал вам о прогнозах по инфляции и на этот год и на последующие 2 по прогнозам экономического роста в целом фрс абсолютно уверен в том что индекс потребительских цен очень скоро принципе сломает траекторию восстановления и начнет стабилизируется приближаясь к целевым значениям я думаю что целевые значения для фрс будут реанимированы на отметке 2 процента но это конечно же ожидание не этого года потому что до конца этого года с заходом даже на 2022 год временные факторы которым относятся факторы связанные с ослаблением карантинных ограничений они будут влиять на показатели инфляции что это за факторы тоже я миллион раз уже вам рассказывал друзья это реализация отложенного потребительского спроса это рост заработных вклад причем ситуация уникальная тем что работодатели конкурируют сейчас заработника даже тогда когда огромный показатель безработицы то есть вроде бы как как конкурировать нужно тогда когда максимальной занятости в стране и рабочих нету но сейчас ситуация другая люди не выходят на работу потому что получают повышенные пособия но есть еще несколько других причин мы кстати сегодня них на вебинаре потом поговорим работодатели вынуждены конкурировать за рабочих стимулируя их выйти на свои рабочие места повышая заработные платы и такая тенденция она скорее всего будет актуальна в течение еще пары кварталов точно поэтому рост инфляции в течение этого периода ну как ожидание тенденция останется в силе и проблемы с логистикой со снабжением это тоже актуальная проблема которая будет таковой пока мы говорим о наличии карантинных ограничений во многих регионах да они снимаются да локдауны меняются но все равно логистика еще не восстановлена и для того чтобы она была восстановлена вернулась к уровням девятнадцатого года нужно также не менее двух кварталов поэтому возвращаясь к риторике американского регулятора рост инфляции временное явление он стабилизируется показатель инфляции вернется к целевым значениям в районе двух процентов в двадцать втором году что касается рынка труда то прогресса еще недостаточный на нем чтобы американский регулятор отказался от стимулирующей политики и начал ее по ужесточать и последний отчет по заявкам на пособие по безработице он подтвердил слова американского регулятора на стороне фрс есть очень серьезный союзник друзья и вы должны иметь его в виду если бы сейчас были риски а скорого ужесточения денежно-кредитной политики первыми на это отреагировали доходности американских облигаций трежер с десятилеток но я рекомендую вам открыть графики и посмотреть где находятся показатели доходности десятилеток сейчас 1 36 процента это минимальное значение более чем за месяц друзья то есть вроде бы как фрс намекнул на то что при более устойчивом росте инфляции американский регулятор обсудит возможность повышения процентной ставки и возможно примет решение в двадцать третьем году то есть посмотрите друзья двухгодичная дна в давности это абсолютно не скорая скажем так перспектива и если бы риск был иной то есть если бы была вероятность того что регулятор начнет ужесточать политику раньше трежер сейчас котировались в районе одного из семи одного и восьми процента но этого не происходит я советую смотреть на эти системные факторы и причины и все-таки принять к сведению то что политика осталась прежней стимулирующей и я думаю то что фрс прекрасно понимает что сейчас нельзя допустить повторение ситуации тысячи тринадцатого года когда рынки обвалились на сигналах начала ужесточения денежно-кредитной политики американский фондовый рынок уже дают коррекцию и это только лишь на риторике друзья только лишь на разговорах о разговоре как помните отметил джером пау и в связи с тем что реакция оказалась чрезмерно я думаю что на этой неделе мы будем слушать представителей фрс а через две недели еще и снова джерома паула который очередной раз сделает акцент на то что политика остается на текущем этапе стимулирующей не нужно торопиться с выводами поэтому ралли доллара очень далеко зашло я ранее говорил что отказался от покупки рисковых инструментов но доллар все-таки сохранил в прежней позиции это шорт поэтому короткую позицию я жду соответственно настраиваюсь на очень скорую коррекцию и буду и дальше собственно транслировать идею фундаментальной обоснованности того что доллар должен все-таки просесть и рынок нефти 73 69 здесь лонг сохраняется с целями 75 долларов за баррель мы делаем акцент на сезон ураганов в атлантике новый шторм тропический кладет который может перерасти полноценный ураган и вообще говорят то что текущий сезон может стать не менее аномальным чем о прошлом переговоры с ираном отложены до августа тире сентября поэтому рынку в принципе не угрожают дополнительные поставки со стороны исламского государства мы говорим о росте спроса трафика через аэропорты сша больше двух миллионов человек за сутки конечно же люди летают по мере смягчения гарантийных ограничений это будет способствовать более высокому спросу на авиационное топливо и в целом поддерживать цены и дальше по поводу других активов единственное что стоит отметить что я держу еще ланги по евростоксу и снп коррекция до пятницу было может быть это фиксация перед выходными но как я уже отметил я настраиваюсь на все-таки более стимулирующую риторику фрс а который должен немножко охладить рынки и соответственно вернуться к прежнему позиционированию которая поддерживала а фанду рано еще и сдувать на площадке и в качестве спекулятивной сделки на как к срок по евро доллару сегодня открыл я шор друзья с целями 117 сейчас котировки 1 1856 основной акцент здесь связан с тем что индекс рыночных настроений кайман на который я периодически обращаю ваше внимание сейчас находится в такой расстановке 70 30 70 процентов трейдеров делают акцент на то что евро будет расти это как раз сигнал того что мы еще увидим новые локальные минимумы 117 довольно амбициозными кажется цель 150 пунктов даже больше но давайте попробуем за нее побороться на этом собственно все хорошие торговой недели всем пока